Реально, у меня ощущение впервые в жизни, что косметика пыталась меня убить. Всем привет, друзья! С вами Ксюша и я надеюсь новогоднее настроение. Да, ёлочка, ёлочка у меня вот-вот одна, вторая ёлка, я короче с дабл ёлкой сегодня к вам. Будем разбирать масочки бюджетные до 500 рублей, которые в основном все очищающие, есть, конечно, увлажняющие, все покажу, которые очень часто встречаются на полках магазинов, на которые вы смотрите и думаете, стоит вообще покупать или нет. И, скорее всего, мой вердикт будет, что нет. Я очень прошу вас поставить лайк этому видео, мне будет безумно приятно, я буду понимать, что такой формат видео вам интересен. Я копила очень долго, смотрите, сколько у меня здесь всего. И я начну просто с дикой твари, которая чуть не сожгла мне лицо. Я, конечно, неженка, стопроцентная, но есть вещи, ради которых я готова боль терпеть. Например, очищение кожи лица, я понимаю, что здесь без боли, но никак. И встретила вот такую масочку в очень красивой упаковке. Это такая двухступенчатая, что ли, маска от Виленты. Супер горячая и супер охлаждающая маска. О мой бог, я еще ни разу в жизни после нанесения и смытия маски, ровно один раз использовала, ровно один раз, не звонила никому в истерике. А тут я прям Маргарите Старбэби, что Рита, она хотела сжечь мою кожу. Реально, у меня ощущение впервые в жизни, что косметика пыталась меня убить. Первая часть этой маски, вот такая черно-коричневая. Я надеюсь, на руке не будет такой реакции, как была на лице. Ну такая, нет, черно-серая, она черно-коричневая. Вот такая вот маска, она супер разогревающая. Нет, понятно, что это должен быть такой эффект, но, ребят, не настолько. Возможно, нарушена технология изготовления, возможно, кто-то переборщил. Вот этот вот обжигающий агент, да, этот компонент, кто-то просто, знаете, должен был вот так щепоточку, да, насыпать, он просто бух, ведро туда. Тут в составе белая глина, древесный уголь, все это круто. Написано, что это детокс-маска, но если, как вариант, предположить, что вас вырвет после этой маски, то да, то это, ну, типа детокс-эффект. Отвратительная. Отвратительная. И следующее – охлаждающая. Охлаждающая маска тоже интенсивная, но без нее просто не справиться. То есть, если вот эту нужно было держать на коже, по-моему, вообще 2-3 минуты, 2-3 минуты, 2-3 минуты я не выдержала. То есть, после первой минуты у меня начало сжечь кожу так, что я думала, что все. Вот серьезно, что вот так я лицо просто сниму свое. Это не то жжение, которое обычно бывает от каких-то очищающих масок, да, которые, ну, предполагают подобный эффект. Значит, следующая маска – это охлаждающая. Она, конечно, спасает ситуацию, но тоже это неприятно, на мой взгляд. По ощущениям, как будто вы зубную пасту на лицо нанесли. Какой-то мятненький запах. Я не считаю, что тот эффект, который они оказывают, а, ну, по сути, может быть, он и был бы, если бы я 2-3 минуты выдержала. Но я не думаю, что это стоит того. Есть маски, которые очистят лучше и без вот этих вот непонятных моментов страдания, да, адского. Давайте следующую покажу хорошую. Кстати, вот маски, которые 100% попадут в мои фавориты годы. Даже вот, наверное, вот эта. Маски от Сифара. Был у них запуск, они там кучи блогеров рассылали, мне ничего не рассылали, я пошла и купила сама. Вот такая одна масочка стоит 370 рублей без скидки, по-моему. Да, то есть еще там скидочка какая-то будет. Но, ребята, написано, что это на 4 применения, да? Тут где-то указано было. По-моему, да. Да, на 4 for uses. Видите надпись? Вот эта зеленая маска, сейчас скажу, против несовершенства. То есть это от прыщей, грубо говоря. Какая она обалденная. Ребята, ну какие 4 применения? Я ее использовала гораздо дольше. Суть в том, что вот она, да? Вот. У нее такая муссовая текстура. Я ее использовала раз 10. Причем я не экономила эту маску, я ее хорошо наносила. Отличная. У нее текстура не засыхает полностью, да? Вот как глиняные обычные маски. И что я замечала? Знаете, да? Все мои эти супер прыщи на подбородке. После применения прям уходило воспаление. То есть прыщ сдувался. Вот этот подкожный жуткий прыщ сдувался. Кожа выравнивалась. Понятно, что там, да, это, ну, нужно поддерживать этот эффект. Но очень крутая маска. Вот точно попадет в мои фавориты. Даже отложу ее отдельно. Обалденная. Вторая маска тоже неплоха. И мне кажется, что маски от Sephora хороши именно потому, что у них нет застывания. Как только маска на лице высыхает, глиняная, вода по градиенту концентрации начинает из кожи высасываться и в маску как бы переходить. Это плохо. Так не должно быть. Поэтому глиняную маску, когда вы на лицо носите, ее надо сбрызгивать периодически водичкой. В данном случае ничего такого не надо. Никаких танцев с бубном. Супер. Вот эта маска просто очищающая и матирующая. Ну, это по тому эффекту, который заметила я. Вот это черненькое, не черненькое, серенькое пятнышко. У меня сегодня заметили, да, со светом что-то. Значит, как она называется? Против жирного блеска просто. Тоже хорошее. Ну, знаете, эффект против жирного блеска, он очень временный от любой маски. Да, мы понимаем на время там, да, но при этом кожа пересушенная, опять вам выдала этого себума ведро, и вы как бы опять блестите, как жирный блин. Ну, это же жизнь, да, это надо понимать, поэтому я не особо как бы, да, по этому поводу запариваюсь. Но вот маски от Сифара вот такие, вот такие. Не думайте, что их хватает на такой маленький промежуток времени. Следующая маска от Виленты тоже, да. Это старший брат вот этих вот двух разгильдяев. Вот сейчас вот я его, знаете, как директор в школу вызывает, типа. Так, ну это я, что-то меня уносит, правда? Очищающая маска для лица с белой глиной, успокаивающим фитокомплексом, с эффектом мотирования. Вот так она выглядит. Это дешевая маска, что-то стоила до 100 рублей, наверное. Обалденная. Вот она прям хороша. Знаете, как проверить, да, вот если у меня все использовано, она пустая, ну просто надутый флакон, значит, не флакон, тюбик, значит маска прям была хороша. Я не использую, не добиваю, не мучаю себя до конца то, что не приносит мне удовольствия или эффекта. Значит, сейчас мы ее нанесем тоже. У нее такая кремово-муссовая текстура. И кожа после нее, знаете, вот после маски глиняной всегда такое невероятное желание, вот это пятнышко, что нужно срочно нанести что-то очень увлажняющее, кожу спасать. Вот после нее этого не было. Я не буду говорить, что это эффект очищения идеальных черных точек, нет. С черными точками борются там механической чисткой, пилингами и так далее. Здесь эффект стягивания, пор, выравнивания, тона лица и осветления шапочки вот этой вашей черной точки. Вот это было прям 100%, крутая маска. В принципе, я бы купила еще. Следующие, следующие три у нас чудовища, это Ксюша, не покупай ты ничего на скидках. За 500 рублей я купила в магазине вот этом Лулу. Я не знаю, что это за фигня во всех торговых центрах. Полно этой Лулу. И как я не зайду, как я что не попробую, все какое-то стремное. Но тут по скидкам три маски за 500 рублей. То есть, каждая там стоила неважно сколько. Ребята, это просто, вот сейчас кто трепетный, блевотина в тюбиках. Вот правда. Единственное, что можно еще использовать, видите, я юзала. Это именно очищающая маска и то, и то. Я ее мазала, честно вам скажу, почему я так много использовала. На спину, когда какие-то подсыпания начались у меня, это было в летний период. Вот тогда да. А так, чтоб на лицо, да ну его нафиг. Значит, вот такая зеленая, противная. И когда вы ее наносите на лицо, у нее, во-первых, запах соответственный. Такое ощущение, что вы просто болотной грязью воспользовались. В ней какие-то куски, ну их тут нету, вот сейчас так, чтобы вам показать. Короче, какие-то крупные куски. Вот, вот она. Не перемолотые. Подсушивает, ничего особенного не делает. Но если брать без скидок, это все типа там еще и стоит каких-то денег. Ребята, вот вообще вот марка Лулу пока в моих глазах. Такое лютое. Ну, дело ваше. Хотите, у них красивые корнеры. Заходите в ТЦ, у них так все прям. Хотите, купите. Но вот пока что у меня там было какой-то лаг для ногтей еще. Такое все. Фу. Нет, ну не знаю. Дело ваше. Увлажняющая маска с подсвечивающим эффектом. Да, иллюминизм, вся фигня. Ничего не делает. Ничего. И запах старого крема. Не в плане у нее нормальной срок годности, а именно старого советского крема. Знаете, когда там один вазелин. Вот запах примерно такой. Вот пятно. Эффект увлажнения был. Но, ребята, когда вы ее смываете, на лице такая остается жирная пленка, противная, которую вы хотите смыть. Увлажняющая маска не должна так делать. Мы сейчас, слава богу, живем в то время, когда косметика доставляет удовольствие тактильное. Но не вот это вот, когда прям пленка, кожа, не то что не дышит, да, так не говорят. Но вы ощущаете нечто чужеродное на лице. Следующая маска это вообще трэш. 3D Perfection Mask. Моделирующая маска с лифтинг-эффектом. Ну, давайте, да, говорить откровенно. Никакого лифтинг-эффекта у нее нет. Это все так, знаете, ну, чтобы вам спокойнее жилось, как говорится. Она имеет другую текстуру. Она какая-то более гелевая. Вот пятно. Относительно... Клевая, да? У нее уже рука прикольная получается. Относительно предыдущей маски. Но она воняет еще сильнее. Это прям неприятный запах. Он косметический, но он очень неприятный. Да, учитываем, что я к запахам лояльна. Это прям вонь. Вот прям, ну, вы не сможете это на лице. И она оставляет еще более противную жирную пленку, нежели предыдущая. То есть, видимо, какой-то увлажняющий компонент. Да, по идее, вот эта маска сильнее, чем вот эта. То есть, вот эта более концентрированная, там, 3D, вся фигня. У меня есть предположение, что какой-то увлажняющий компонент, который в этой маске в большем количестве, чем в этой, оставляет вот эту липкую пленку. Это мое предположение. Плюс, как вот это создается, да, эффект лифтинга. Там есть пептиды, которые такую сеточку создают и, по идее, должны подтягивать лицо. Я не верю, что здесь есть какие-то пептиды и что они хоть что-то делают. Ну, правда, я это все, ба, я в это не верю. Следующая маска, которую вам тут блогеры втюхивали, давечи, да. Вы все ее купили, я надеюсь. Ну, вот эти, да, глиняные маски. Все такие, что она стоит так дорого? А почему она стоит так дорого? Это за удобство, на самом деле. Или вы платите, на мой взгляд, то есть, ну, стеклянная банка, типа, приличная, да, приятная. Не, ну что, не вот это, вот это, да. Хотя, на мой взгляд, вот это гигиеничнее и удобнее. Ну, тут вроде стеклянная банка. Лореаль, да, это Лореаль, магия глины. Их целая линейка. У меня черная, которая очищающая, разумеется. Все, да, в основном для жирной кожи я вам показываю. Вот так она выглядит, достаточно густая. Она, по идее, тоже не засыхает до конца, но засыхает. Если вы про нее чуть-чуть забудете, как я. Мне эта маска нравится. То есть, я могла бы сейчас говорить, долго распинаться, почему она не стоит своих денег. Вообще, по поводу глиняных масок, тут такой момент, да, типа, там, все не стоит своих денег. Что купи глину и разводи порошочек. Ну, покупала я глину и разводила порошочки. Ерунда, так это не работает. И маска, которая дорогущая самой из всех глиняных, что у меня есть, это маска от Рише. Знаете, у них кофейные скрабы, вот это все, и у них еще маски есть. Вот это самая лучшая маска глиняная, которая у меня была в моей жизни. Вот, она прям крутая, но она и стоит, она стоит полторы тысячи. За глину, за порошочек в похожей упаковке. Ну, то есть, нелогично, казалось бы, но круто работает. Она подсыхает, эта маска. Ее нужно носить более толстым слоем, на мой взгляд, чтобы она работала хорошо. Вот эта дырка у меня образовалась после, наверное, пяти использований. Единственное, что сейчас, да, я вот практикую этот мультимаскинг, да, когда вы на разные зоны лица наносите разную маску. По-моему, это правильно, логично и клево работает. Почему нет? Если у меня вот эти области пересушены, зачем мне туда наносить еще и глиняную маску? Нелогично. Мне эти маски нравятся, но когда они в магазинах стоят по 500 рублей, я прям агрюсь. Это не стоит 500 рублей. Я купила за 250 рублей в ленте. 250 – это его цена. Вот прям 100%. 250 – не жалко, хорошо работает, хватает надолго. Несмотря на то, что надо лазить пальцем, сейчас ей скажут, ну, лази шпателем. Ой, я вас умоляю. Несмотря на это, все, короче, классно. Не знаю. Ну, да, сразу видно, что я использую все такое в потеках. Это хорошая маска, и я бы, может, даже попробовала другие в этой линейке. Следующая маска, на которую вы, возможно, смотрели на сайтах различных, но не решались заказать и правильно делали. Это от Каолеон, да, я надеюсь, что я правильно произношу. Это корейская марка. Маска – это у меня миниатюра маски. Чтобы вы понимали, маска стоит дорого. Но вот эта миниатюра стоила 400 или 420 рублей. Что-то около того, то есть входит в наше это, да, до 500 рублей. И это маска очищающая с кислородом, которая вспенивается. Маска состоит из двух шагов. Первая – это маска, которая вспенивается у вас на лице. Ну, кроме… О, смотрите, немножко даже, видите, осталось такое, как пена. Кроме того, что это забавно, я не увидела в этом ничего. Никак волшебные пузырьки не очищали мою кожу. Ну, не верю я в это. Я в очищение верю при воздействии либо там кислот, либо механики какой-то. Ну, не верю я, что это очистит. И правда, ничего не очищала. И суть в том, что это на один раз. Вот вы вскрыли все, нанесли, реакция мгновенно пошла. Вы не сможете сохранить, да, там себе на два раза растянуть. Хотя средства здесь на два раза хватило бы. Но не в, скажем так, желании марки Каолеон, чтобы вы экономили деньги, да. И второй шаг – это с охлаждающим эффектом вот такая кремовая масочка. Тут чуть-чуть еще, видите, по уголочкам осталась. Вот она прям приятная. Вот она классная. Стянула поры, выровняла кожу. Она клевая. Но переплачивать за это я бы никому не рекомендовала. Ну, дело ваше. Есть деньги, вот серьезно, затаривайтесь, хоть вот всю косметику мира скупите. Но если, ну, прям вот вы думаете, а надо, не надо, ну, нет у вас лишнего бабла, то экономьте. Вообще слово бабло я не рекомендую использовать вам в бьюти-блоге. Ну, как бы мне можно, вам и нельзя. И последнее, что я покажу, маска, которую я брала на сайте Белорис. Я, кстати, на что-то могу здесь оставить ссылку? Ну, на что-то, наверное, оставлю ссылки, да. Все остальное найдете сами, если захотите. Значит, кафе красоты. У них новая линейка. Я специально сохранила всю эту великолепную упаковку. Что это такое? Две емкости, в которых содержится маска. Сначала идет очищающая маска черного цвета. И затем сыворотка-активатор для лица с гиалуроновой кислотой. Что касается черной маски. Вот вы не думайте, что я рукожоп. Кстати, слово рукожоп я тоже не рекомендую использовать для бьюти-блога, но тем не менее. Значит, когда вы ее открываете, она отрывается вот так. И я думала, что что-то со мной не так. Но когда я открывала вторую, и она тоже открылась так, я поняла, что это, наверное, закономерность. Здесь черная маска, которая просто адово пачкает все, к чему прикасается. То есть, я так понимаю, что здесь использовали краситель для того, чтобы придать модный черный цвет этой маске. Да, ну все же любят черные маски. Знаете, это эффект как от черной зубной пасты. Когда ты чистишь, потом бац, зубы белые, ты такой вау! Ну, конечно, на контрасте с черным, так и с лицом. Маска там черная, очищающая. Ты черным намазал, умыл лицо, и ты вау! Ты беленький, чистенький, красивенький! Да, включаем мозг и понимаем, что все это ерунда. Эта маска очень сильно пачкается. Эта маска остается на раковине везде. То есть, где падают капли воды с растворенной этой маской, все в черном. Она какая-то масляно-липкая. Она какая-то, знаете, как, не знаю, нефть отвратительна. Отвратительно. Вот это не то, что там тактильно неприятно, это в принципе как-то неприятно. И эффект такой, который не стоит вашего внимания. Но у этих масок есть не только, да, в этой линейке вот такие маски, есть еще разные. Вот различные, кроме этой, мне девушка писала, что, Ксюша, ты выбрала самую стремную. Все остальные еще неплохо работают. Ну, возможно. И сыворотка-активатор с гиалуроновой кислотой. Я ее уже не смогу набрать. Она такая была прозрачная. Сейчас она у меня, конечно, помутнела с возрастом. Ну, великолепно, правильно? Ну, короче, вот такое, да. Ну, это бьюти-блок, вы знали, на что вы идете. Должны были быть готовы ко всему. Да, эта сыворотка хорошо ложится на кожу после этой маски. Но я не стала бы их использовать как-то вместе. Сыворотка хороша сама по себе, а маска не заслуживает вашего внимания. Я показала вам все, что у меня было до 500 рублей. Будьте внимательны и осторожны. Я понимаю, что подмывает купить супер 3D увлажняющую мега маску за 100 рублей. Я прям это понимаю, потому что я сама такая же. Но оценивайте адекватно то, что положили в эту упаковку. Смотрите, вы пришли в магазин, оно лежит на витрине. Значит, заплатили за то, чтобы оно оказалось на витрине. Транспортные, да, расходы. Это надо откуда-то привезти, увезти. Кстати, зараза, маска, которая вот эта жгучая, так жжет мне руку. Ладно, надо смывать быстрее. Транспортные расходы. Плюс заплатили людям, которые везли, заплатили людям, которые считали, заплатили людям, которые это все-таки варили, изготавливали, упаковывали. Упаковка, коробочка, чтобы вам понравилось. Вот это все посчитайте, и все это 100 рублей, да. Отнимите из этой стоимости вот те расходы, которые я назвала, и посчитайте, сколько у вас там остается, ну, это все так умозрительно, да, вы понимаете. Сколько у вас остается на качественные ингредиенты? Очень мало, очень мало. Я считаю, что очищающую маску задешево можно купить. А вот какую-то супер увлажняющую, подтягивающую, придающую сияние, вряд ли. Если вы со мной не согласны, напишите, пожалуйста, в комментариях, какую бюджетную маску вы бы порекомендовали. Что кажется вам реально клевым для использования в бюджетном сегменте. Нам всем это будет полезно, я тоже почитаю, возможно, что-то выпишу себе, короче, возьму на карандаш. Я желаю, чтобы в вашей жизни не было подстав никаких, чтобы ни одно косметическое средство никогда не выбило вас из колеи, чтобы сухой шампунь не был виден на корнях, чтобы тональный крем хорошо растушевывался и не лежал маской, чтобы помада не скатывалась в белую полоску, чтобы тушь не осыпалась под глаза, чтобы маска не сжигала вам лицо в пепел и так далее и тому подобное. Я очень сильно вас всех люблю. Спасибо, что вы со мной, вы у меня самые лучшие. До новых встреч и пока! Субтитры сделал DimaTorzok